В последние дни мая очень, кстати, пришлось МЧСовское штормовое предупреждение. Погода с природой сильно постарались, чтобы оно оправдалось, и грады, и ураганы нанесли свои удары. В основном лютовал, как и предполагалось, ветер, местами стремившийся к ураганным мощностям. Обычно это грозит лесоповалом за счет большой парусности уже распустившихся листьев на деревьях. Но вот в компрессорном микрорайоне на видеорегистратор едва не приступнутого авто попал прям-таки парадокс. На дорогу перед машиной свалилось абсолютно лысое дерево. Ни листочка, ни веточки. Чистая дубина. Хорошо, хоть не меткая. Гораздо более эстетично, хотя и гораздо менее эпично, падучая растительность атаковала стоячее авто на улице Татищева. Тут и листочки, и цветочки, красота и благодать. Благодать в основном от того, что и в этом случае машина уцелела. А не уцелела в такой же ситуации возле самого первого дома на улице Бардина, где машину все-таки накрыло высокоточное, но низкоустойчивое дерево. На дублёре Сибирского тракта вдоль улицы Новгородцевой листопад вместе со стволоповалом вообще перекрыл одно из направлений в сторону Егоршинского проезда по обеим полосам, отчего машинам приходилось корчить из себя вне дорожники. Почему все посюда едут? Ну и чисто на тротуары, по которым в тот момент, несмотря на бурю желающих прогуляться почему-то не было ни разу, кусты и деревья падали на Ануфриево и в Заречном микрорайоне. Как говорят МЧСники, предупрежден, значит оставлен сидеть дома. Отдельной темой стали стихийные покушения на детские площадки. Атака тополя случилась на вторчермете. Пострадала только железная лесенка. А вот в сердце ЖБИ, прямо напротив бывшего завода, дворовый ураган буквально готов был горы свернуть. Ну и одну свернул, горку детскую. И вот только что буквально мы играли в волейбол. И в жилом комплексе восход просто, эту деревянную горку, её просто смело ветром, она просто рухнула. У наших соседей в Перми в минувшее воскресенье тоже дуло, будь здоров. Вот в Мотовелихе сдутый ствол придавил легковушку на улице Инженерной. Ну а в Закамске проявила себя стихия несколько иного рода град. Причём такой, что пробил даже по касательной боковое стекло легковушки. В окрестностях Екатеринбурга мощный, но не столь крупнокалиберный град отстрелялся в рамках майских гроз на Верхнепышминском направлении. В районе озера Болтым, посёлков Красный, Монетный. А вот так огорошил оградом посёлок Красный Адуй.